Бонжур, друзья! Сегодня герой нашей передачи Бачат 25Т. Топовая СТ Французской Республики. Смотрим. Однако лучше смотреть по очереди. Итак, Бачат. Мы все ненавидим его, мы все любим его. Любим, когда вражеский Бачат сливается на первых секундах боя, и ненавидим, когда то же самое делает наш союзный Бачат. В чем проблема? Проблема в его скорости. В высокой скорости. Которая позволяет начальному игроку всем, что надо Бачать, уехать в закат и быстро добраться до ангара. А между тем, даже если вы самый быстрый, это означает, что скиллозависимость танка, наоборот, выше. Это не нестись в самом начале боя в гущу противника, как вы сейчас видите. Потому что в 9 случаях из 10 все кончается совсем по-другому сценарию. Бить себя по рукам, не ехать вперед первым. Но если вы оказались в нужное время, в нужный момент, ну, вашим противникам не позавидишь. Пять снарядов в барабане, хорошее пробитие, хреновая стабилизация, ну, и относительно адекватное время зарядки первого барабана. Делает из этой машины настоящего тролля 80-го уровня, который может быстренько подъехать, засветить и уехать, и даже иногда потанковать. Вид, когда вражеские снаряды отскакивают от бачата, вызывает дичайший бадхерт у соперника. А такое иногда бывает. Проблема бачата, так же, как его скорость, довольно хреновая маневренность. Трамвайное шасси не позволяет менять направление. Ну, иначе он был бы вообще диким свертыком. А так же стабилизация и точность его пушки. Адекватно попадать получается, только если мы остановились и стреляем. А стоять бачату очень небезопасно. Стоит только зазеваться, как полон. Рот круассаном вам напихают радостные противники. Итоги. Надо носиться, как ужаленные по всей карте, искать, куда же сунут свой барабан. Как не получать в ответ. А по-хорошему, в настоящих картах вообще не отсвечивают. Настоять куштах. Называя бадхерт своей командой. Но мы и так играть не умеем, поэтому... Экшен, экшен и еще раз экшен. В этом и заключается главная трудность игры на этом танке. На нем нельзя играть, как на обычной СТ-шке с этого уровня. Стаи бачата вообще весь страшные. Да и даже если вы кооперируетесь с каким-то другим барабанщиком, тоже зрелище не для салабонервных. Другое дело, что нужно это делать в нужный момент. В нужное время. В нужном месте. Иногда даже бывает везет. А везет, как мы знаем, тем, кто везет. Ну а после того, как вы реализовали свой барабан, бачат позволяет быстренько унести ноги подальше от места действия. Главное вовремя включить этот самый режим. Пока не стало слишком жарко. Скорость бачата позволяет убегать от множества врагов, вызывая дико-тихую злобу у них. Из-за того, что они могут вас догнать и наказать за ваши шалости. Когда противников слишком много, бывает и наказывают. Вы видите, в данный момент мое любимое занятие. Даже если выбирать между каким-то опасным танком и артой, я всегда выберу арту. Человек, если заехал на арте в бой, должен знать, что на него найдется бачат, который заставит его страдать. Который отправит его в ангар. И отправит его еще раз в ангар. И это будет всегда. В следующий раз подумал, никогда не уезжайте в ангар на арте. Початка, король прорывов в тв противника. Вот это чувство, когда вы чувствуете, что нужно, можно когда-то где-то порываться, где-то есть брешь, зайти в тв противника. В этом он лучше всего реализовывает свое. Быстро зайти в задницу кому-то и напихать. У него малый силуэт, малая заметность, высокая скорость. Учиться этому мастерству приходится очень долго. Это высший шок из данного бачати, я считаю. То же самое и при стационарных перестрелках. Бачат не для лобовых столкновений. Если вы будете выезжать, размениваться снарядами, стяжем, рано или поздно прочность у вас кончится. Прочность она очень быстро. Противники любят попустить именно барабанные танки. И бачат, ввиду своей картонности и мягкости, излюбленная цель. Единственное, что вас может спасти, это удача и относительно небольшие размеры этого танка. Но это не значит, что нужно как-то особенно одаренно спускаться в горки. Это быстро наказывается. А также не позволяйте противнику понимать, что вы пустой. Потому что если вражеский бачат поймет, что вы отстрелялись, он вас накажет. Другое удовольствие на бачатах, это играть против птшек в открытом поле. И вы просто беспомощны. Бачат быстро теряет скорость и набирает ее не так быстро, как вам бы хотелось. Это, безусловно, быстрый танк. Но рвать с места в карьер он все-таки не умеет. Ему нужно небольшое прямое участок дороги, чтобы успеть разогнаться. Но если он разогнется, то остановить его будет уже непросто. Бусеницы у бачата почему-то слетают неохотно. Имейте в виду. Особенность стрельбы и барабана. Если у вас излишнее количество снарядов для противника, всегда один снаряд можно потратить просто на подставе в гуси. Зафиксированный противник нуждается в меньшем количестве ласки для вас. Стрелять сходу на бачате идея плохая. Слишком большая вероятность промаха. Даже с учетом, если у вас прокачаны соответствующие перки и стоит стабилизатор. Стабилизация этого танка не его конек. Также, таранинг на бачате не рекомендуется. Только если вы на 200% уверены, что противник легче вас. Последнее, что нужно делать на бачате, это залетать в одиночку в осиное гнездо. Проживете вы очень и очень... недолго. Зато кружить тяжи вы можете даже своих садичных французов. Довернуть они за вами тоже не успеют. Если вы уверены, что у вас преимущество, в вашей команде, вы можете нервировать противника. Полагаю, что у вас заряжен барабан. Даже если это не так, он-то этого не знает. Но вы можете вести агрессивную игру. Всем своим видом полагаю, что вот сейчас только-только отвернись от меня, я тебе так напихаю. А на самом деле вы еще только заряжаетесь. Имейте в виду. По тяжело бронированным целям лучше стрелять, хорошенько прицелишись. Слишком большая вероятность не пробить. Несмотря на хорошее пробитие, в почате особо не нужна голда. Иногда все-таки основным снарядом можно не пробить очень тяжелую цель. Если вам не угрожает опасность, не нужно ее за туда-сюда. Просто остановитесь и реализовывайте ваш барабан. Если вы разогнались, как я уже говорил, постарайтесь не терять скорости. Авиационные принципы высота, маневров, скорость, огонь подходят для бачата как нельзя лучше. Углы вертикальной наводки у бачата средние. Но заметьте, пушка вверх у бачата поднимается очень неважно, имейте в виду. И, конечно, так как вы средний легкий танк, задача борьбы с фражеской артой ваша прерогатива. Арта должна страдать. Запомните. Ну и на этих простых правилах мы заканчиваем наш обзор. Всем спасибо. Всем пока.